Сюда мы выбрасываем сухие бытовые отходы, сюда мебель, металл и бытовую технику. В сухие входит у нас бумага, пластик и стекло. На каждой площадке работают волонтеры. Они готовы не только рассказать, что и куда можно выбросить, но и поддержать физически. Проект «Мегабак» стартовал в Одинцовском округе. Его цель – не только сделать раздельный сбор популярнее, но и уменьшить количество отходов, которые отправляются на полигоны. Удобно? Удобно и серьезно? Конечно. Теперь нет головной боли, куда все это вести? Совершенно верно. Все, приехали, выгрузили. И нам удобно, и порядок. С 1 августа в Одинцовском округе работают 4 «Мегабака». Они находятся в разных территориальных управлениях, чтобы охватить как можно больше желающих грамотно избавиться от старых вещей. Деревня Чуприкова, Кубинское территориальное управление, Звенигород, проектируемый проезд владения 11, и в Одинцово 2. Это на Зеленой улице 32 и на транспортном проезде 33А. «Мегабак» на транспортном проезде в Одинцово открылся одним из первых. Соответствует ли пункт приема крупногабаритного мусора строгому стандарту, проверил глава муниципалитета Андрей Иванов. Площадка на твердом покрытии. Рекуператор установил три контейнера под мебель, под бытовую технику. Также под стекло и пластик установлены еще синие так называемые баки. Здесь установлено видеонаблюдение. Вывозить отходы с площадок «Мегабака» по мере наполнения будут русский региональный оператор и специализированные организации. Мебель, бытовая техника, стекло – все, что удалось собрать, отправится на переработку в Коломну и Каширу. Пластик, стекло тоже все проходит процесс сортировки, рассортировывается и уходит во вторичную переработку. То есть эти отходы получат вторую жизнь. Если жители, которые сделают выбор в пользу экологии, то есть переработки отходов будет много, количество мегабаков в муниципалитете увеличат. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.